В Чуменском госуниверситете состоялась открытая лекция директора Института Истории и Политических Наук Сергея Кондратьева, посвященная значению Великой Хартии Вольностей, для становления в Британии идеи незыблемости, свободы и прав. Текст был, как я уже сказал, стриплённый раздослал, а стал называться он Великой Хартией, Большой, Магна, несколько позже при сыне Иоанна Беземельного, Генрихе III. События восьмивековой давности оказали большое влияние и на развитие Института прав человека во всём мире. Это, наверное, первый документ, первый акт, который фиксировал конституционные свободы гражданина, прежде всего. Именно в Великой Хартии Вольностей провозглашалась неприкосновенность личности, неприкосновенность имущества, частной собственности. То есть вот эти фундаментальные права, на чём основывается сегодняшнее демократическое, открытое общество, они впервые были вот так вот осознанно, отчётливо сформулированы и прописаны в Великой Хартии Вольностей. Сегодня Великой Хартии Вольностей хранится в Британской библиотеке в специальном зале, закреплённой печатями всех графств. И по сей день является первоисточником, в котором сформулированы фундаментальные законы, провозглашающие права и свободы граждан и ограничивающие произвол правительства. Именно на этом порядке строятся все современные демократические законодательства. Субтитры создавал DimaTorzok